Здравствуйте, уважаемые студенты! Вашему вниманию предлагается 12-я лекция по дисциплине оборудование в ресторанном бизнесе, оборудование барной слойки ресторана, оборудование для раздачи пищи объемом 2 часа. Лектор Нургалиева Алмагуша Муратовна, доктор делового администрирования, профессор кафедры менеджмент и туризм. Вашему вниманию будут предложены два основных вопроса. Классификация видов оборудования барной стойки, технологическое оборудование и оборудование для раздачи пищи. Третий вопрос – линия самообслуживания. Первый вопрос. Классификация видов оборудования барной стойки, технологическое оборудование. Данный вопрос включает в себя основную классификацию, которая предъявляется к барной стойке, а также сам процесс технологического оборудования. Барный инвентарь, если рассматривать его комплексно, делится на два основных вида. Это основной и вспомогательный. Функциональность барной стойки существенно сказывается на количестве заработка. Оснащенная всем необходимым для бармена, стойка для бара позволяет меньше времени тратить на выполнение заказов, делать это красиво, быстро и хорошее обслуживание понравится любому посетителю. Правильно оборудованный бар – это 50% успешного бизнеса для его владельцев. Рабочее место для барменов должно быть удобным, а технологическое оборудование – современным, износоустойчивым и удобным в уходе. С мытьем, чисткой не должно возникать никаких затруднений, так как от этого фактора зависит скорость обслуживания посетителей. Что касается посетителей, то они тоже заинтересованы хорошим оснащением барной стойки. Качество многих набитков зависит не только от мастерства бармена, сколько от оборудования бара, для которым он пользуется. Высококлассный интерьер и оборудование идеально вписываются в интерьер и выглядят стильно в глазах посетителей. А для барменов оно приносит комфорт в рабочий процесс, облегчая задачу по обслуживанию клиентов заведения. Что понадобится за барной стойкой? То есть отсюда мы исходим, что барный инвентарь делится на два вида – основной и вспомогательный. Если первый список для многих обязателен, то на втором пытаются по возможности сэкономить. Это особо актуально для молодых заведений. Такое отношение к оснащению бара не совсем правильное. Мелочи как раз таки являются важной составляющей любого бизнеса. Непосредственно участвуют в производственном процессе и являются основным оборудованием. Такие как кофеварки, кофемашины, блендеры, миксеры, соковыжималки, генераторы льда, холодильники, настольные витрины, барные комбайны, охладители салат-баров, фризеров, коков и вспомогательные элементы. На самом деле без этих предметов большинство баров не обойтись. Инвентарь – джиггеры, контейнеры, термометры, пробки, штопоры, контейнеры и другие емкости, как фильтры, сито, ножи, дозаторы, специальные виды ложек, ледодробители. То есть посуду для стойки мы должны продумать всю, начиная от стаканов, креманок, бокалов, фужеров, пивных кружек, рюмок, так и до предмета для сервировки. То есть блюда, чашки, салфетницы, столовые наборы, вазы, графины, подсвечники. Вот такие основные и вспомогательные инвентарь необходим у барной стойки. Следующий вопрос – технологическое оборудование. Техническая оснащенность стойки зависит от ее использования. Вполне естественно, что современная стойка для бара начинена всевозможными устройствами. Но какое барное оборудование устанавливается в конкретную стойку, определяется ее назначением и направленностью заведения. Например, аппарат для приготовления горячего шоколада прост и легок в обслуживании. При помощи аппарата можно готовить также другие горячие напитки – чай, кофе, молоко, глитвейн. На выходе их аппарата для приготовления горячего шоколада получается густая, кремообразная, однородная масса. Шоколадный напиток сразу готов к употреблению и часто подается с битыми сливками и сверху. В шоколад можно добавить коньяк, виски или ром по вкусу. Готовый шоколад может подаваться с мороженым, использоваться как дополнитель для кондитерских изделий. В чистом виде или с добавлением крема и других компонентов. Горячий шоколад применяется для приготовления шоколадных муссов. Муссов с использованием таких продуктов, как бисквит, миндальное печенье, сухие и свежие фрукты, фрукты-сиропи, орехи. Барный комбайн совмещает функции сразу в несколько видов оборудования. Блендер, миксер, соковыжималку, а также измельчитель льда. Барные комбайны рассчитаны на непрерывную длительную работу, поэтому могут работать дольше, чем обычные виды оборудования. Гранитеры для замораживания напитков. Гранитер для замораживания напитков дает возможность получить десерт, напоминающий нечто среднее между мороженым, соком и молочным коктейлем. Один из самых любимых человечеством напитков – кофе. Кто-то верит крепкому экспрессо, а кто-то классическому капучино или предпочитает нежный латте. Любой достойный ресторан или кафе имеет кофе в меню, причем его принесут почти моментально, даже когда клиент заглянул на 5 минут. Конечно, это было бы невозможно, если бы Баристо варил кофе вручную. Поэтому кофемашина – практически незаменимый атрибут заведения ресторана, общественного питания, либо какого-либо другого комплекса. То есть она способна очень быстро смолочь зерна, приготовить несколько чашек напитка, нагреть молоко и сбить пену. При этом результат неизменно оказывается предсказуемо хорошим. Следующий вопрос – это оборудование для раздачи пищи. Как известно, оборудование для раздачи пищи на предприятиях общественного питания предназначено для кратковременного хранения и демонстрации продукции, хранения столовой посуды, комплектации обедов и их отпуска потребителям. Разнообразие вырабатываемой продукции, то есть первые, вторые блюда, закуски, напитки, различие их по форме, размерам, физическим свойствам, температуре отпуска и способам подачи требует при комплектации обедов большого количества разнообразного оборудования. И с целью улучшения обслуживания потребителей, повышения правительности труда, экономии производственных процессов, оборудование группируется, образуя линии комплектации и раздачи обедов. Способы размещения оборудования в линиях раздачи обедов зависят от вида предприятий, его пропускной способности, а также от ассортимента реализуемой продукции. Раздачные линии комплектуются из различных видов оборудования, вспомогательного, теплового, немеханического и транспортирующего. И вот здесь вот как раз таки вы видите на данном слайде, что к вспомогательному тепловому оборудованию относятся мармиты, тепловые шкафы, тепловые стойки и термостаты. К немеханическому оборудованию относятся столы для установки на них посуды, термостатов и контрольно-кассовых аппаратов. К транспортирующему оборудованию линии раздачи относятся передвижные тележки для посуды и приборов. Главное в данных оборудованиях в том, что они должны кратковременно позволить хранить, демонстрировать продукцию, хранить столовую посуду, комплектовать обед и отпускать их потребителям. Одно из главных оборудований это мармиты. Если говорить о мармитах, то в настоящее время выпускаются промышленностью или находятся в эксплуатации стационарно-электрические мармиты следующих типов. МСЭСМ-3, МСЭЗК предназначены для кратковременного хранения первых блюд, МСЭМ-5-50, МСЭСМ-50К, МСЭСМ-55, МСЭСМ-60, МСЭСМ-80 и МСЭСМ-110. Они предназначены для кратковременного хранения вторых блюд, гарниров, соусов и других кулинарных изделий. МСЭ-55, МСЭ-55К, МСЭ-80, МСЭ-80К, МСЭ-110 и МСЭ-ИОК. Они предназначены для кратковременного хранения вторых блюд в мармитницах и противне с несоусными блюдами в тепловом шкафу. МСЭ-84 предназначены для кратковременного хранения в горячем состоянии супов, соусов, соусных блюд и гарниров. МНЭ-22, МНЭ-45 предназначены для кратковременного хранения первых и вторых блюд. И вот в данном случае мармит стационарный для первых блюд МСЭСМ-3 предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии первых блюд в наплитных котлах. Он состоит из сварной рамы, к которой крепится каркас и два стола. Верхний стол имеет раздаточную полку, а нижний стол – три круглые электрические конфорки. Включение мармита и регулирование мощности конфорка осуществляется четырехпозиционным переключателем, установленным на панели управления. Мармит устанавливается на ножке, которая регулируется по высоте и имеет полку, жестко укрепленную на верхнем столе. На передней панели установлена розетка для подключения тепловых аппаратов. Тележка с выживным устройством для тарелок. Эксплуатация мармита. Перед работой с мармитом необходимо ознакомиться с элементами его управления, а также инструкцией по эксплуатации. Обслуживающий персонал должен пройти специальное обучение и инструктаж по технике безопасности. В процессе эксплуатации необходимо выполнять следующие требования. Слить за неисправностью заземляющего устройства, контролировать санитарно-техническое состояние мармита и при замеченных неисправностях отключать его от сети и вновь включать только после устранения всех неисправностей. Категорически запрещается включать мармит в электрическую сеть без заземления и оставлять его без присмотра. Не оставлять на длительное время конфорки, не загруженные продуктами. При проведении санитарной обработки или ремонта мармита нужно сначала отключить его от электросети. Для разогрева конфорок до рабочей температуры необходимо установить ручки-переключатели в положение 3 – сильный нагрев. После разогрева конфорок ручки-переключатели следует установить в положение 2 – средний нагрев или 1 – слабый нагрев согласно требованиям технологического режима. Нужно следить за тем, чтобы на нагретые конфорки не попадала жидкость, так как при этом они могут потрескаться. Кроме того, жидкость может нарушить электроизоляцию конфорки. Выключать конфорки следует за несколько минут до окончания работы. И таким образом, мармит МС-3К отличается от мармита МС-СМ-3 размерами и отсутствием розетки на панели управления. Мармиты стационарно-электрические секционно-модулированы МС-СМ-50, МС-СМ-50К. Они предназначены для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд, гарниров, соусов и последующей реализации продукции на линии раздачи. Мармиты имеют одинаковую конструкцию, отличаются один от другого формой, количеством, суммарной вместимостью мармитниц, а также размерами и потребляемой мощностью. То есть принцип работы такой же, как и работы МС-СМ-3. Третий наш основной вопрос, это, в данном случае я перечисляю мармиты, которые существуют для сохранения вторых блюд, гарниров, соусов и последующей реализации продукции на линии раздачи. И третий вопрос, линия самообслуживания. В настоящее время многие предприятия общественного питания работают по принципу самообслуживания, поэтому оборудованы линиями, состоящими из аппаратов, подогревающих или охлаждающих отпускаемые блюда. Линия самообслуживания предназначена для раздачи первых и вторых блюд, холодных закусок, молочнокислых продуктов, горячих напитков, сладких блюд, кондитерских изделий, работающих по методу самообслуживания. Экономическая эффективность линии самообслуживания обуславливается в основном возможностью механизации процесса выдачи комплексных обедов или отдельных блюд, что существенно повышает производительность труда. В результате увеличивается пропускная способность торгового зала и сокращается продолжительность обеденного перерыва. Линия самообслуживания выпускается в четырех исполнений. ЛСА на 50 мес, ЛСБ 50 мес, ЛСВ 75 мес и ЛСГ 50 мес. Проявительность линии может быть увеличена в 2-3 раза при раздаче обедов с правительной оплатой или увеличении числа раздачиц. Все линии самообслуживания выпускаются в правом исполнении. Для левого обслуживания необходимо сделать их перекомпоновку в обратном порядке. Это основные моменты, которые касаются всех трех вопросов темы, 12-й темы – оборудование барной стойки ресторана, оборудование для раздачи пищи. На данном сайте приведены для вас вопросы, на которые вы должны ответить и которые позволят вам глубже уяснить для себя отдельные вопросы данной темы. Благодарю за внимание. Спасибо. Спасибо.